шалом с вами александр гольберг несколько недель тому назад мы закончили серию программ посвященных таре законе моисееву и во время этих программ я неоднократно говорил о том что будет также серия записей о благодати обещание выполнять поэтому сегодняшнего дня мы начинаем записывать несколько программ о том что такое благодать как она действует в нашей жизни и как она уживается или не уживается с законом моисеевым то есть стороне программу первую и вторую я назвал благодать еврейская и христианская и если вы услышали сейчас это название или прочитали его перед тем как включить эту программу то наверняка если уж не скажете вслух то можете вы может быть вы подумали что есть какая-то особенная еврейская благодать вообще разве благодать и это не чисто христианская еще еврейская благодать вот тара т.д. к как вам угодно вот она да еврейское а благодать эта штука чисто христианское и историей она ничего общего не имеет так что и еврейство тут ни при Причем, тем, кто так думает, я хочу сказать, вы абсолютно правы. Благодать есть только одна, благодать есть только Божья. И, конечно, самое полное ее проявление мы видим в Новом Завете, потому что в нем самое полное откровение Бога, который дает благодать. Но впервые благодать выходит на сцену задолго до рождения Мессии. И вот с этого я и хочу начать наш разговор на эту тему. Но сначала давайте определимся с тем, что такое благодать. Потому что пока мы об этом не договоримся, вы будете думать одно, я, скорее всего, что-то другое, и мы таким образом друг друга не поймем. Самое лучшее определение благодати, по-моему, есть в 11 главе послания к римлянам, в стихе 6. И чтобы лучше понять его, давайте начнем со стиха 1. Итак, спрашиваю, говорит, пишет Раф Шауль, он же апостол Павел. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? «Никак! Ибо и я, израильтянин, от семени Аврамова и с колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, Остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». В девятой, десятой и одиннадцатой главах своего послания к римской общине Павел пишет о плане Божьем на народ Израиля. И одиннадцатую главу он начинает с вопроса, который действительно мучил Евро. Не просто интересовал, не просто беспокоил, а мучил. Вопрос «Почему мой народ, почему Израиль в целом, как народ, отверг мессию Ишуа?» Да, у Ишуа еще до его распятия были ученики, было даже много учеников, как минимум 500, которым он явился после своего воскресения. И да, в день Пятидесятницы, то есть в праздник Шевуот, в Иерусалиме после проповеди апостола Петра тысячи, три тысячи учеников, три тысячи человек поверили в Ишуа. И да, в книге «Деяния апостолов» тоже написано, что даже многие из священников, то есть Куаним, покорились вере. Но, однако, подавляющее большинство народа все-таки не поверило в него. И у Павла был болезненный вопрос «Почему?» Что это значит? Неужели это может означать то, что Бог отверг свой народ? Вот подоплека этого вопроса, с которого начинается 11 глава, начало которой мы с вами сейчас услышали. «Неужели Бог отверг свой народ?» Спрашивает сам себя Павел, спрашивает нас, и отвечает сам же «никак». То есть, никоим образом такого быть не может. Но вопрос «как он доказывает то, что этого не произошло?» То, что Бог действительно не отверг Израиля? У него есть два доказательства. Первое – это он сам. Посмотрите, он говорит «я сам, израильтянин, потомок Авраама из племени Вениамина». Другими словами, даже если весь Израиль не верит в Ешуа, есть по крайней мере один стопроцентный израильтянин, который в него верит. И этот израильтянин – это я. А раз так, значит и Израиль не отвержен. Потому что если бы Израиль был полностью отвержен, то даже и я не поверил бы в него, в Ешуа. И второе доказательство того, что Израиль не отвержен – это из истории нашего народа. Павел приводит пример, который показывает, что нечто подобное уже бывало. Во времена Илии Израилем правило фактически Иезавель, жена слабохарактерного царя Ахава, которая насаждала в Израиле языческий культ Вала и Астарты. То есть это откровенное идолопоклонство. И, соответственно, Илия в той истории, которую Павел цитирует, жалуется, пророк Илия жалуется Богу на то, что происходит. Пророки Господа убиты, жертвенники разрушены. И ему кажется, что остался он один, одинешенник. Но Господь утешает его такими словами. «Я избрал себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед валом». И дальше Павел говорит, точно так же и в нынешнее время, то есть и сейчас, по избранию благодати сохранился остаток. Что такое остаток? Остаток – это меньшинство народа, которое продолжает верить в Бога, в Бога, простите, то есть оставаться верным Богу. И у Павла логика такая. То, что сегодня большинство нашего народа не верит в Ешуа, это не ново. Такое уже бывало и раньше. Но у Бога всегда, как тогда, так и сейчас, есть остаток. Кто же составляет этот остаток? Что это за люди? И почему они верят, в то время как другие не верят? Ключевое слово здесь «избрал». Кто кого избрал? Эти люди избрали Бога Израиля вместо Вала? Да, безусловно. Они также выбрали сейчас веру в Ешуа вместо неверия в Него. Без их выбора здесь не обошлось. То есть без нашего выбора. Но Павел пишет не об этом выборе, не о том выборе, что мы выбрали Бога, что мы приняли решение верить в Него. Он пишет о другом выборе. «Я избрал себе», говорит об этих людях сам Господь. То есть самый первый и самый важный выбор сделал сам Бог. И во времена Илии он избрал себе людей, которые не склонили колени перед валом. И во времена Павла он точно так же избрал себе людей, которые поверили в Ешуа. Но что значит точно так же? Каким образом Бог избирает себе людей? У нас сразу же здесь возникает вопрос, за что он их избрал? За какие заслуги? И вот на этот вопрос нам и отвечает стих пятый. «Остаток сохранился по избранию благодати». Эти люди, другими словами, избраны по благодати самого Бога. Стоп! Может быть, кто-то скажет. Ведь вопрос был, за какие заслуги? А вы мне тут говорите по благодати. Как это понять? А нельзя ли поконкретнее? Можно. Давайте прочитаем стих шестой. «Если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». И посмотрите, какая получается интересная штука. Бог выбирает себе людей не за их дела. Павел говорит, если по делам, То есть, если избрание происходит на основании дел, То есть, поступков человека, То это уже не благодать. Благодать, другими словами, Никак не связана с нашими делами, С нашими заслугами. Тогда можно сказать, окей, ну хорошо, С заслугами нашими она не связана. Но с чем тогда она связана? Что же это такое тогда благодать? В греческом языке это слово, благодать, Звучит харис. В еврите хен. И переводится это слово иногда как благосклонность, Иногда как расположение или благоволение. То есть, когда кто-то к тебе расположен, То есть, попросту говоря, Когда ты кому-то нравишься, Это значит, что ты нашел, Если говорить библейским языком, Благоволение в его очах. Это буквальный перевод ивритского выражения Маца хен бейна. И тогда у нас сразу же возникает вопрос, Но как понравиться Богу? Ведь мы все хотим, чтобы Бог благословил нас, Чтобы Бог дал нам свою благодать. Другими словами, мы хотим понравиться Ему. Как добиться этого благоволения? Мы знаем, как добиться расположения человека. Есть самые разные способы. Например, произвести впечатление. То есть, показать себя с лучшей стороны. Сходить к парикмахеру. Привести себя в порядок. Надеть то, что мы держим для особых случаев. Запастись остроумием, улыбками. Веселым настроением и так далее. Или сделать подношения. Цветы, подарок, комплименты. И разные другие подношения. И в человеческих отношениях, Так или иначе, все эти штуки, Все эти приемчики. Заполучить расположение. Работают так или иначе. Но работают. Мы можем или просто понравиться человеку, Или сделать что-то для того, Чтобы он почувствовал себя, в общем-то, нашим должником. Но с Богом ни то, ни другое не работает. Работают. Почему? Дело в том, что Богу бесполезно Показывать себя с лучшей стороны. То есть, нам бесполезно, точнее, Нам совершенно бесполезно пытаться Показать себя Богу с нашей самой лучшей стороны. Почему это бесполезно? Да, конечно, потому что он уже и так знает, Как лучшую, Так и худшую. Подарки тоже бесполезны. Во-первых, у него и так уже все есть. И притом в избытке есть. Во-вторых, Всякий наш подарок ему, Это часть того, Что мы раньше получили уже от него самого. Вот если вы подумаете, да, То, например, вот когда моя семилетняя дочь Покупает мне подарок, Там, к примеру, на день рождения, да, Что она делает? Она идет к маме и просит у мамы денег, Чтобы сходить с мамой же, опять же, в магазин, И на эти деньги, которые мама ей даст, Купить папе подарок. Я, конечно, всегда очень тронут, Мне всегда очень приятно, Что мой ребенок думает о том, Как бы сделать мне что-то приятное, Абсолютно без задней мысли, Не для того, чтобы произвести на меня впечатление, Добиться моего расположения, Просто потому, что она меня любит. Но деньги на этот подарок она берет у кого? У своей мамы, с которой у нас, То есть у моей жены, С которой у нас общий счет в банке. То есть получается, что подарок-то делаю В конечном счете, как бы я сам. Вот если так посмотреть. По крайней мере, за мой счет этот подарок. Так вот, то же самое абсолютно происходит с нашими подарками Богу. Потому что ситуация та же самая. И, например, Давид, царь Давид, понимал это очень хорошо. И поэтому в одной из своих молитв, Благодаря Бога за возможность жертвовать, На его храм он говорит такие слова. То есть самое большое, что мы можем сделать, Это вернуть Богу часть того, Что он сам уже дал нам раньше. Опять-таки в таком случае мы возвращаемся к нашему вопросу, Как же тогда мы можем обрести Божье расположение, Божье благоволение? И ответ, как я понимаю, такой. Все, что человек может сделать для этого, Это просить о том, чтобы Бог расположился к нам. А все остальное уже зависит от самого Бога. Хорошо. Но кто же тогда нравится Богу? Если нам невозможно ему понравиться, Кто же ему нравится тогда? Кто становится его избранником? И глядя на примеры во всем Писании, Которое у нас есть, Мы видим одно и то же. Это совсем не те люди, Которых выбрали бы мы с вами. Возьмем праотцев еврейского народа. Авраам. Старый бездетный кочевник. Возможно, его уважали за его богатство, Но за глаза, скорее всего, Его называли нелестно. Ведь его жена была бесплодна, А в том обществе это был стыд. Потому и Елишева, То есть Елисавета, Мать Иоанна Крестителя, Говорит, Призрел на меня Господь, Чтобы снять с меня поношение Между людьми. Она была бесплодна. И когда она забеременела, Она восприняла это как То, что Господь убрал, Снял с нее поношение. Арабские мужчины до сих пор С гордостью называют себя именем своего сына, Например, Абу Саид. Отец Саида. Так что Авраама очень сильно беспокоила Отсутствие наследника. И кроме бездетности Сары, У него была еще личная моральная слабость. Живя среди другого народа, Он выдавал Сару за сестру. Свою жену он представлял как сестру, А не как жену. Причем для того, Чтобы сохранить себе жизнь. Это было, например, И в Египте, И в Герарии. Это была полуправда. Потому что Сара Действительно приходила С Аврааму сестрой по отцу. Она была красива. Авраам боялся, Что узнает, Что она его жена. То есть его убьют. И поэтому, Чтобы сохранить себе жизнь, Он был готов пожертвовать Честью жены. И солгать. Его сын, Ицхак, Испытал в молодости, Наверное, Дикий ужас. Когда отец Связал его, Положил на жертвенник И взял нож. И это не могло не оставить Глубокий след в его душе. Наверное, поэтому Книга Берешит дважды Упоминает такое выражение Страх Ицхака Оба раза в 31 главе. Это с одной стороны. А с другой стороны, За Ицхаком в Таре Мы не видим, Чтобы за ним числились Какие бы то ни было подвиги веры, Которые он совершил. Однако в моральном отношении Он идет по стопам отца. Оказываясь, в том же самом Гераре, Где когда-то жил также и Аврам Какое-то время, Он тоже, Ицхак, Тоже выдает свою жену Ривку за сестру. И, наконец, Сын Ицхака, Яков, Он обманщик. В борьбе с братом За первородство Он не брезгует Откровенной ложью. Он обманывает не только Старшего брата, Но и родного отца, Благословение которого Собирается получить. Это не просто ложь, Это наглая ложь. А как Господь Бог Относится ко лжи, Мы с вами прекрасно знаем. Идем дальше. Пожалуйста, Сыновья Иакова. Ребята тоже Весьма своеобразные С моральной точки зрения. Они не взлюбили Своего младшего брата Иосифа, Да так, что решили убить. И от смерти его Спас только Иуда. Но эмоции были Настолько сильны, Что договорились Не оставить его в покое, А продать в рабство Египтянам. То есть, заработать, Попросту говоря, На братьев, На родном. И первенец Якова, Рувим, Переспал с наложницей отца. Шимон и Леви Порубили однажды Столько народа, Что их отец, В конце концов, Объявил проклят гнев их. И божесток. Да и вообще, Братцы не особо были дружны Между собой. Иначе, зачем бы Иосиф, Отпуская их из Египта, Сказал, Не ссорьтесь на дороге. Вот с кого Начался наш народ, Еврейский народ. Все эти люди Стали людьми божьими Совершенно незаслуженно, А единственное, По выбору Самого Господа Бога. И в этом есть Суть благодати. И явилась она, Как мы с вами сейчас Видим задолго До Ешуа. На следующей неделе Мы продолжим Разговор о благодати. Оставайтесь с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин